Всем привет! Сегодня будем увеличивать наши глазки с помощью макияжа. И перед тем, как наносить наш макияж, я нанесу увлажняющую маску. Это новинка, я ее еще ни разу не пробовала. Держала я ее 10 минут. Теперь массажными движениями распределим остатки маски по всему лицу. Такими похлопающими движениями. Наношу базу под макияж от NYX. Я ее тестирую. Еще толком ничего сказать про нее не могу. И снова моя любимая тональная основа от Fit Me. У меня оттеночек 105. Наношу я ее тонким слоем. Консилер от NYX HD. У меня в оттеночке 01. И все растушевываем такими вбивающими в движениями. Также еще распределю немножечко пальчиками, чтобы покрытие было более тонкое и естественное. И снова она, моя любимая палетка от NYX с сухими продуктами для контурирования. Я смешиваю две пудры из этой палетки. И наношу ее под глазки. Тоже такими вбивающими движениями. Дальше беру большую пушистую кисточку. Смешиваю три оттенка из этой палетки. И наношу уже тонким слоем на все лицо. Теперь немножко сделаем рельефность нашему лицу. Но буквально чуть-чуть. Я набираю самый темный оттенок из этой палетки. С ним надо работать очень аккуратно. Ну все, теперь мы загорелая и красивая. Я использую всегда только минеральные румяна. У меня это румяна от Clorans в оттенке 03. Это прошлогодняя весенняя коллекция. Брови я буду оформлять с помощью туши для бровей от Belor Design. У меня в темно-коричневом оттенке. Если вы ищете себе хорошую бюджетную тушь для бровей, то обратите на эту малышку свое внимание. Еще одна новинка, которую я пробую, тестирую, это база под тени от NYX. Также ее вбивающими движениями распределяю по всему веку. Возьму пудру HD от NYX. Немножечко наберу на кисточку. И нанесу на все века этот прием. Я делаю для того, чтобы тени, которые я буду дальше наносить, они не ложились пятнами. И все очень хорошо растушевывалось. Дальше я беру палетку от Tarte. Беру розовый оттенок из этой палетки. Также вы можете использовать бежевые оттенки. И наносим на все века. Дальше я беру кисточку бочонок. Набираю уже такой насыщенно-коричневый оттеночек. Убираю излишки с кисточки. И начинаю выделять складку века. Но выделяю ее чуть-чуть выше, чем она у меня есть. Так ваш глазик будет выглядеть намного больше. Не забываем все хорошенько растушевывать. У меня вообще с этим глазиком какая-то беда. У меня на нем шелушится немножечко кожа. Из-за этого у меня растушевывается на нем все намного хуже, чем на другом глазике. Так что не судите строго. Дальше я беру пушистую кисточку. И еще раз все хорошенько растушевываем. Под бровь вы можете нанести хайлайтер. Я нанесу из палетки Maybelline. Так я визуально свой глазик сделаю намного больше. Дальше я взяла подводку для глаз. И такими точечками, можно встряхами, наношу на межрестничный контур. Вот видите, глаз выглядит так намного больше. Из этой палеточки я возьму темно-коричневый оттенок. Не забываем всегда убирать излишки с кисточки. И этот оттеночек я наношу на нижнюю часть своего глазика. Рисую такую типа визуальную стрелочку, растушеванную. И соединяю верхнюю растушевку с нижней. Не забываем все очень хорошо растушевывать. Дальше я возьму пушистую кисточку и немножечко все растушую. На нижнее веко я хочу нанести темно-розовый оттеночек с шиммером. Хорошенечко все растушевываем. Только очень аккуратно не попадите себе в глазик, как сделала это я. Беру ту же самую подводку и начинаю заполнять межресничный контур на нижнем веке. Слизистую нижнего века подчеркиваем бежевым либо розовым карандашом, который очень хорошо справляется с увеличением глаз. Если вам хочется добавить каких-нибудь ярких акцентов, вы можете взять синий либо фиолетовый карандаш, либо тени. И нанести также на нижнее веко и все хорошенько растушевать, чтобы у вас не было четких границ. На реснички, как всегда, наношу свою любимую тушь от мебели. Нижние листнички я сильно не крашу, буквально остаточками на кисточке, чтобы не создавались у вас комочки. Буквально чуть-чуть в уголочек глазика. Ну а какой макияж без сияния? Я вам уже показывала этот трюк. Если вы не видели, то здесь сверху я оставлю ссылочку. На кисточку вы наносите фиксатор макияжа, набираете хайлайтер и распределяете на выступающие места на вашем лице. Это скулы, подглазки, галочка над губой и можно немножечко на носик. На губы я наношу легкий блеск от Smashbox, буквально чуть-чуть, в таком бежеватом оттенке. Ну вот и все. Вот так с помощью макияжа я увеличиваю себе глаза. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиком вверх. Все, целую, обнимаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok